Приветствую всех зрителей канала People Life. Меня зовут Алексей Курбан. Со мной на связи таролог Яна Пасынкова. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Яна, перейдем к вопросам. Итак, первый звучит следующим образом. ДБР огласила результаты расследования по бывшему начальнику СБУ Крыма Кулиничу, но не завела уголовное дело на экс-главу СБУ Баканова, который прикрывал Кулинича. Что скажут карты? Баканов был агентом ФСБ. Кто его прикрывал? И если бы не Кулинич, возможно, Херсон и не сдали бы вообще? Был ли Баканов агентом ФСБ? Нет, не был. Он какой-то слишком хиленький для агента ФСБ. Слишком хорошего мы о нем мнения. Скажем так, Кулинич – это часть тайного сговора. Вот такой ответ. Дональд Трамп написал в своем твиттере короткое сообщение «Третья мировая война». Как видят ваши карты, что это значит? Под чем был Трамп, да? Или что знает Трамп? Почему так написал? Ну, подождите, его щемят. Ну, он обиделся. Потому что если бы как бы его не щемили, если бы его не обижали, Третьей мировой не было. А так его обижают, вот и он как бы говорит, что все, все мы умрем. Также стало известно о решении Путина готовиться к всеобщей мобилизации в России. Возможно, с несколько сглаженным названием, но все же в той же сути. Планируют закрыть въезд за границу, и уже это утвердили. Блокировку водительских прав и банковских счетов. Как ваши карты видят, как это произойдет, произойдет ли и как это будет происходить, если произойдет? Что касается выезда и мобилизации. Так, в течение ближайшего месяца у них будет объявлен новый набор. Причем это будет объявлено, как давайте ребятки родине служить и много денег получать. Про то, что вернутся, ну, если не каждый, то там каждый второй в черном мусорном пакете. Об этом, конечно, разговора не идет. Ну, то есть, все как было, так и есть. Ничего не меняется. Блокировка прав. Рассылка. Вот этих вот военных повесток. Насколько это возможно? Да, это возможно, но люди как убегали оттуда, так и будут убегать. То есть, будут какие-то лазейки, будут какие-то моменты, когда можно было свалить. Те, кто еще там остался немножко при уме, те, конечно, понимают, что там делать нечего. Следующий вопрос. Почему ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины сохранятся до 2029 года? О чем это говорит? Ограничения сохраняются до 2029 года. Почему? 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 Таков есть договор. Это наши перед кем-то обязательства. Это не значит, что раньше не будут летать. Просто это не будут пассажирские самолеты. Это будут или военные какие-то самолеты, или государственные. Скажите, следующий вопрос. Может ли закончиться война по формуле мира, которую предложила Украина? Конец войны по формуле мира, которую предложила Украина. Уже смотрели? Давайте еще раз посмотрим. Нет, так не будет. Так не будет. Будет не совсем так. То есть на 50% будет вот этот план по мировой. Наш план будет выполнен. Следующий вопрос. Какие важные резонансные события произойдут в Кремле этой весной? Ну, не то, чтобы нам сильно было интересно. Ну, давайте посмотрим, а вдруг ненароком там кто-то подохнет. Значит, Кремль, весна. Кремль, весна. Значит, что там? Там затишье. Кремль вообще будет какой-то очень сильно пустынный. Все по норам разбежались. Все шепчутся, в общем-то, что дальше делать. Кто дальше воюет за дьявола. Кто дальше от него отрекается. И будут обсуждать какой-то большой план. Они будут обсуждать, они будут думать и планировать, что этот план сбудется 10-го месяца. Это наш октябрь. Причем план не по завоеванию, не по победе над нами. А план, а как договориться, а как помириться. Ну, дай бог. Господи, дай бог. Остатки ж какие-то зачатки здравого ума должны быть. Ну, и напоследок, какой ваш прогноз на пасхальные выходные 15-го, 16-го, 17-го апреля? На что нужно обратить внимание и чего стоит избегать? Что готовят русские на Пасху украинцам? Так, пасхальные выходные в нашей стране. Будет ли тихо? Понятно, что не везде будет тихо. Где-то каждый день наших ребят... Говорит, где-то каждый день не тихо. Ну, как будет в общем? Давайте на Пасху. Будем ли мы прятаться на Пасху? Будет ли нам страшно? Да, такой момент будет. Сможем ли мы, как говорится, расслабиться? И расслабиться мы сможем. Слушайте, мы с вами уже честно... Я в сотый раз повторяю, что нас уже сложно чем-то напугать. Нас сложно чем-то удивить. Очень сильно сложно. Мы сначала с вами будем ждать после Пасхи. И не то, что будем ждать, а мы с вами услышим новости плохие. О том, что нашим пришлось отойти, отступить. А потом мы резко с вами услышим новости хорошие. Что наши немножко отступили, развернулись. И как надавали, вы поняли чего. Ну, дай бог, пускай так и будет. На этом пока что все. Мы благодарим вас за время и за расклад. Спасибо, Яна, большое. Спасибо, всего доброго, до свидания. С нами на связи была оторолок Яна Пасынкова. Подписывайтесь на ее соцсети. Все ссылки мы оставим под этим видео. Если у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях под этим видео. На этом пока что все. Вы смотрите канал People Life. Меня зовут Алексей Курбан. До встречи в следующих выпусках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok